Я хочу рассказать своим подписчикам про девочку Софию. Значит, наверное, украинцы все знают девочку Софию. Я видела её в начале войны, но не видела её интервью первого. А это уже, получается, второе интервью уже год спустя. Россияне, думаю, её не знают. Девочке София, я не знаю, сколько ей лет, не уловила. Ну, мне кажется, лет, наверное, 15-16. Она выезжала из Гастовины со своей мамой, с папой и с котом. Вот это фото я точно помню. Короче, выезжали... Короче, когда... Вообще, оригинали, фэмили, семья из Донецка. Они бежали от русского мира ещё в те годы. А потом они переехали жить в Гастомель. И в Гастомель к ним пришёл опять русский мир, второй раз. И там уже как бы конкретный их достал. Они сидели в подвале без еды, без воды. Всё закончилось, интернета не было, электричества не было, постоянные прилёты. И в итоге папа принял решение выезжать. Вот их семья, видите. Вот, видите, мама погибла. В общем, они сели в машину, подъезжают к блокпосту. Блокпост, да, на них были все отметены, что это дети. Ну, в машине дети. И на одежде были тоже повязки, белые повязки, что в машине дети. Машину развернули. И как только они развернули, взад выстрелили. Выстрелили взад. Мать убила, как раз через её тело прошёл снаряд, убила кота. Девочка оторвала руку. Они выскочили из машины. Ну, папа смог вытащить девочку из машины. И недалеке стояла многоэтажка, которая, в которой были какие-то там люди, увидевшие, что случилось. Выскочили, помогли девочке добраться до дома. Оказали первую помощь. Потом кто-то из них сел за руль и всё-таки смог, несмотря на риск, что и в них опять тоже выстрелят. Представляете, я могу сказать, русские бы точно не выскочили. А, не выскочили, помогать. Там стреляют, они побегут куда-то. Б, это старшая сестра девушки. Она жила, на момент, когда выезжала их семья из Гостомрии, она жила в Днепре. И когда отец позвонил ей из лекарни, что матери нет, а девочке нет руки, она себе сделала татуировку на запястье. No mercy. Значит, никакой пощады. Вот. И она... Они сейчас живут в Италии. К девочке, когда она проходила через операцию, и у неё были ужаснейшие фантомные боли, пришёл навесить папа римский. Вы представляете, папа римский пришёл к девочке. Девочка была настолько тронута этим визитом, что её фантомные боли прошли. Какая-то энергетика от рукопожатия папы, от, не знаю, что-то такое невероятное. И девочка, честно говоря, что это был самый счастливый день за последний год. И к тому же, когда эта история облетела все СМИ, было выяснилось, что, несмотря на санкции, Франция продолжала спонсировать Россию какими-то там деталями, которые россияне, воспользуясь этими деталями, они их вставляли в военную технику. И в тот же самый момент, как Франция увидела, что делают россияне с этими деталями, они прекратили сотрудничать с Россией. Вот это вот из-за того, что случилось, вот смерть этой матери, смерть матери этой девочки помогла избежать, ну, наверное, сохранила жизни тысячи других украинцев, потому что Франция перестала сотрудничать с заводами в России. Короче говоря, девочка после операции едет в Бостон, попадает в Бостон, и здесь живет недалеко от меня бесплатно все, поездка, родители, видите, вот, видите, это ее машина. Иначе рассказала, после деоккупации, через месяц нужно было найти эту машину. Да, машин очень много расстрелянных, там целая там свалка из машин, и в каждой из машин можно было найти тела детей, родителей, и, разумеется, через месяц это как нужно было, ну, как бы, как бы, чтобы найти машину маму и похоронить, это целая история. Вот, найти машину, найти морг, куда отвезли тела этих людей, ну, в общем, это очень сложная история. Короче говоря, она едет в Бостон со своей семьей, все бесплатно, протез бесплатно, все, проживание, еда, и даже психолог. Я рассказала, что она очень советует всем, ну, украинцам, попавшим в такую же ситуацию, где они лишились своих родных и близких, или даже вот, ну, части тела, им нужно обязательно работать психологом, она, вот, ей очень понравилось, видите, видите, что российская армия делает. Представляете, я, вот, вот что, почерка Путина. Вот я сам в начале войны сказала, что Путин, это, вот это и есть Буча. Вот, как бы, солдаты охарактеризовали Путина, а Путин охарактеризовал войну. Теперь на всю жизнь, на все века останется именно вот такое прилагательное, что такое Путин. Вот, Путин, это Буча. Так что, как раз речь идет о том, что французы не знали, что это все спонсирует убить. Ну, в общем, на этом была поставлена жирная точка. Так что, русские, как всегда, сами себя просрали. Буча очень сильно испортила вам репутацию, россияне. Если до Бучи, там, ну, пришли, там, отжали Крым, то вот это вам как раз и поставило, дало сильнейшую поддержку Америки и Европы. Потому что ни один нормальный человек не пройдет мимо такого ужаснейшего преступления века. Вот, в общем, девочка проходила через, ее обучали вот этому новому протезу и проходила через психолога в Бостоне. Вот, честно, она с сестрой проживает в Италии. После перемоги Украины они с сестрой планируют приехать, вернуться в Гастомель. И дальше, очень интересная вещь, что девочка талантлива. Она не только красивая и элегантная, она пишет книгу в стиле Стивена Кинга. У нее уже часть книги написана, она даже кусочек зачитала прямо во время интервью. Она любит и занималась до войны, и она хочет продолжать дальше с конным спортом. Представляете? И что-то она еще делает, что-то еще делает. Она еще молюет. Она еще рисует. Представляете? Рисует. Конный спорт пишет книгу. И до войны она разговаривала на русском. После 24 февраля Путин изменил ее язык родной. Теперь она по-русски не говорит. Она ни слова не сказала по-русски за все это интервью. Говорила на чистейшем украинском. Разумеется, за год в Италии она должна была выучить итальянский. И, разумеется, она приказывает английский, потому что в Бостоне она берет психолога. Вот, так что неимоверная семья, неимоверная семья. Это реклама, извиняюсь. Что бы ты изменился внутренне? Что бы ты изменился за этот год? Ну, я думаю, я також подорослышала. Думаю, все дети подорослышали за этот год. Но я не чувствую это как-то очень сильно. То есть, что я морально изменилась. Но, ну, конечно, эти штуки все из войны, они еще долго будут со всеми украинцами, потому что я и сейчас лякаюсь винтокрыльев, лета Киев. Я очень хотела просто, вот, чисто, вот, вы посмотрите, вот, девочка, знаете, какая красивая, начала жить. Она сделала все правильно. Они уехали из Русского мира, они поехали в Гастомель, недалеко от Киева. Ей открывалась абсолютно нормальная, прекрасная жизнь. Посмотрите, теперь вот у нее нету мамы, у нее нету руки. Ну, просто подумайте, что у вас есть одна рука. И все это из-за Путина. У вас нету мамы. И все это из-за Путина. Вам теперь нужно куда-то ехать туда-сюда, туда-сюда, находить спонсоров. Все из-за Путина. И вы каждый день говорите, а что мы можем? А почему бы нас ненавидеть? А почему стыдно быть русским?